А потом все изменилось. Как-то я вернулся домой из школы и увидел, что мама шьет для нас нарукавные повязки и рисует на них звезду. Вот такую. И он пальцем начертил на пыльной земле звезду. Мама велела нам надевать эти повязки каждый раз, когда мы выходим из дома. — Мой отец тоже носит повязку, — ставил Бруно. На рукаве формы, очень красивую, ярко-красную с черно-красным узором. На пыльной земле со своей стороны ограды он пальцем начертил этот узор. — Да, но они выглядят по-разному, — заметил Шмуэль. — У меня никогда не было нарукавной повязки, — сказал Бруно. — А мне ее повязали, хотя я и не просил. Бруно постарался приободрить нового друга. — А я бы не отказался носить повязку. Правда, не знаю, какую предпочел бы — твою или папину. Пожав плечами, Шмуэль продолжил свой рассказ. Последнее время он нечасто вспоминал о своей прежней жизни надчасовой мастерской. От этих воспоминаний ему становилось очень грустно. Несколько месяцев мы ходили с повязками на рукаве. А потом опять все изменилось. — Возвращаюсь домой, а мама говорит, что мы больше не можем жить в нашем доме. — Со мной случилось то же самое! — воскликнул Бруно, радуясь тому, что он не единственный мальчик на свете, которого вынудили уехать из дома. — Фуррор явился к нам на ужин и — бац! — Мне говорят, что мы переезжаем. — Ненавижу это место! — добавил он, повысив голос. — Он тоже приходил к вам, а потом заставил ехать сюда? — Нет. Но когда нам сказали, что мы больше не можем жить в нашем доме, нам пришлось переехать в другой район Кракова. Там солдаты построили высокую стену, и мама, папа, брат и я все стали жить в одной комнате. — Все вместе? — переспросил Бруно. — В одной комнате? — И не только мы. С нами жила еще одна семья. Те, мама и папа, все время ссорились, а их старший сын, здоровый такой, бил меня, даже когда я ничего плохого не делал. — Не может быть, чтобы вы все жили в одной комнате! — засомневался Бруно. — Так не бывает! — Но так было! — горячо возразил Шмуэль. — Одиннадцать человек! Бруно собрался было поспорить, он и представить не мог, каким образом одиннадцать человек способны уместиться в одной комнате, но передумал. — Мы жили там какое-то время, — продолжал Шмуэль. В комнате было маленькое окошко, но я не любил в него смотреть, потому что видно было только стену. — Яその тр период... — Вы делали!